Здравствуйте, друзья! На библейский портал «Экзегет» поступил вопрос. Откуда у апостола Павла такое глубокое знание и понимание христианства, если он ни разу не встречался со Христом? Это очень вопрос серьезный. И на самом деле Павел со Христом встречался. Когда он шел по пути в Дамаск с письмами от первосвященников, с мандатом от первосвященников, дающим ему право хватать дамасских христиан, влочить их в Иерусалим на судилище, чтобы судить там, чтобы они там были судимы, то произошла его встреча со Христом. Известная история, описанная в Деяниях Святых Апостолов, когда явился ему по пути Христос, Саввл спросил, кто ты, Господи? Ну, был свет, он упал на землю, и потом он несколько раз это событие в своей жизни вспоминает в своих посланиях, говорит, что видел, и в посланиях, и в речах, в Деяниях, что видел свет, слышал голос, но никого не видел. Другие видели свет, но голоса не слышали. Спутники апостола Павла. И в Деяниях, в 9 главе, мы читаем, что звучит сначала вопрос Христа. Саввл, Савв, что ты гонишь меня? Тяжело тебе, трудно тебе идти против вражна. А Савв отвечает вопросом на вопрос, кто ты, Господи? Он говорит, я Иисус, которого ты гонишь. Так произошла его встреча с Иисусом Христом. Поэтому ни разу не встречался со Христом, это не совсем верно. Встреча это была. Может быть, какое-то таинственное мистическое общение со Христом было у Павла в Аравии, где он много лет пребывал после того, как бежал от иудеев из Дамаска и от царя бежал, тамошнего. И он находился в пустыне, долгое время в Аравийской пустыне проживал. И у него, возможно, было какое-то мистическое общение со Христом. В послании к Галатам, в 1 главе, в 11 стихе, Павел христианам Галатии пишет, «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Когда Павел получил это откровение и в каких словах, мы не знаем. Ну, в словах, скорее всего, в тех, в которых он его излагает в посланиях. Но когда и при каких обстоятельствах он это откровение от Бога получал, или, как он говорит, восходил на небеса небес и слышал неизреченные глаголы, восхищен был до третьего неба, слышал там неизреченные глаголы. Опять же, это мы знаем только со слов Павла из его рассказа, но этот рассказ не содержит никаких деталей, обстоятельств этого. Но откровение Павел действительно получал непосредственно. Да, с апостолами он общался, с Петром общался в Антиохии, ходил в Иерусалим, там общался со святыми, то есть с апостолами, которых он называет святыми, и называет столпами, но, впрочем, и добавляет. «Для меня в этих столпах нет ничего авторитетного». Но эти самые столпы Петр и Иаков, они не воспрепятствовали мне проповедовать язычникам так, как я им проповедую, скажет апостол Павел. Мы не знаем обстоятельств получения Павлом его содержания, его благовестия, благовестия евангельской, но Евангелие от Павла, оно представлено в его посланиях, во-первых. Во-вторых, в Евангелии от Луки. В Евангелии от Луки много, Лука был спутником Павла во время его миссионерских путешествий, много того материала, который, или воздействия, точнее, на обработку евангельского материала Лукой. Лука обрабатывает евангельский материал, опрашивает свидетелей известных всех событий земной жизни Христа, непосредственных участников этих событий, но они получают обработку Павлову. Например, у Луки Павел, у Луки не Павел, а сам Лука, как повествователь, сознательно называет Иисуса Господом, кюрёс, чего избегают другие евангелисты, ну, за исключением Иоанна. Вот другие синоптики, Матфея и Марк, не называют его обычно Господом, а Лука много раз, многократно называет Иисуса Христа Господом, кюрёс. Господом в септуагинте, греческой Библии называется Всевышний, А Лука называет его Господом. Это, в общем-то, вполне соответствует тому, как называет Христа Павел в своих посланиях. Раб Господа Иисуса Христа и так далее называет себя Павел в своих посланиях. Так что деталей получения содержания проповеди апостольской мы не знаем, но мы знаем, что Павел возвещает и галатам, и всем другим, кому он благовествует, не человеческое слово, но слово, полученное в откровении Иисуса Христа. Он имел откровение, общался со Христом в этих таинственных, мистических с ним встречах, и полученное непосредственно от самого Христа слово передавал тем, кому предназначалась его проповедь, то есть всем народам. Павел апостол народов. Если Пётр апостол, прежде всего для иудейского народа, то Павел апостол языков, то есть апостол народов. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.